Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты, всё это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. Всем привет. Пришло время разбирать лор неубиваемой рептилии. Ведь лор неубиваемой рептилии сам себя не разберёт. На сайте SCP помимо самого объекта есть целых 60 рассказов по рептилии, что делает её объектом с наверное самым проработанным лором. Так что посмотрим, насколько глубока кроличья нора. И да, она очень глубока, так что по рептилии будет наверное несколько видео. А пока пропускаем упоминания в списанных объектах кроссовера, тот рассказ, где ящер устроил рэп-баттл с SCP-1548, а также неаверсию, и даже объект с таким же номером из центра пинания акул. Пока прикоснёмся только к самому центру лора ящера. Для начала, почему же объект зовётся неубиваемой рептилией? В каноне вселенной Звонаря, в том, где про SCP в постапокалипсисе, ящер имеет довольно интересную роль. Там он называется владыкой гордыни и является одним из местных божеств. Вернее сказать, не просто ящер, а ящер, слившийся с SCP-035, маской одержимости. Могущественный владыка в маске. Чем-то похоже на одного из принцев Фалагада. Ну да ладно, об этом позже. Есть и несколько рассказов, описывающих жизнь ящера в далёком будущем, где человечество уже путешествует по космосу. Так что ящер совсем не собирается умирать. Он попросту будет всегда. Он переживёт любой конец света и любую катастрофу. Единственное, что может убить это создание, это событие, которое уничтожило всю жизнь в мире, описываемом в SCP-2935. Правда, что это за событие, фонд так и не выяснил. Потому как можно убить бессмертного ящера, остаётся неизвестным. Вернее сказать, по сюжету SCP-2935 в одном из параллельных миров прекратилась вообще вся жизнь. И только это прикончило тамошнего ящера. Его в конце концов не смогла убить даже SCP-173 статуя. А она очень старалась. Результат тестирования. SCP-682 введён в камеру с SCP-173. SCP-682 издаёт несколько взвизгов и прижимается к стене, как можно дальше от SCP-173. В то же время продолжая смотреть на неё. SCP-682 безостановочно смотрит на SCP-173 в течение 6 часов. Агенты, вооружённые крупнокалиберными снайперскими винтовками, расстреливают глаза SCP-682 и в этот же момент прекращают зрительный контакт с SCP-173 и SCP-682. SCP-682 находится на полу, получив несколько ранений головы, шеи и ног. На руках SCP-173 замечены куски плоти SCP-682. SCP-682 быстро заращивает раны и отходит к другой стене, попутно выращивая несколько десятков глаз на различных частях тела. Многие покрыты толстым, но прозрачным и прочным панцирем. SCP-682 продолжает наблюдать за SCP-173 ещё 12 часов, несмотря на дальнейшие попытки агентов и сотрудников ослепить его. SCP-682 позволено выйти из камеры SCP-173, после чего его помещают в специальную камеру. Замечание. Похоже, что SCP-173 не смог нанести смертельные ранения ввиду значительной разницы в размерах. Возможно повторение теста в случае, если повреждений SCP-682 будет достаточно для сравнения его массы с весом SCP-173. Там ещё длинный список SCP, которых натравливали на ящера, и в английской версии он намного длиннее, чем в русской. Ящера стравливали почти со всеми более-менее сильными SCP. Примечательно, что ящер даже не регенерирует после этих стычек, а его тело попросту восстанавливается из воздуха. Недостающие части и органы попросту появляются, что уже намекает на то, что SCP-682 это не просто ящер. Вернее, ящер как телесная форма это только вершина айсберга. Он восстанавливается даже после полного разрушения, а значит уничтожение его тела мало на что влияет. Тогда что это вообще такое и откуда оно взялось? На вопрос о сущности ящера есть интересный рассказ со стороны организации Длань Змея, где он называется Изгнанное из Лета. Изгнанное из Лета представляет собой единственное в своем роде чудовище. Животноподобное существо, способное к экстремальному адаптивному изменению своего облика. Полагают, что убить его невозможно. Как правило, считается, что оно было изгнано из своего дома. Место малоизученного и повторно создано или изменено фондом SCP. Как известно, оно пленено на Земле и не может навсегда ее покинуть. Оно с крайним ужасом воспринимает гуманоидные формы жизни. И стремится на месте убить большинство гуманоидных разумных существ. Изгнанное из Лета, как полагают, было выдворено или изгнано из своего дома. Самые ранние надежные источники утверждают, что для него навсегда закрыты земли Лета. Подробные обстоятельства его изгнания неизвестны. Сама жизнь в нашем мире, похоже, является для ящера наказанием, которое никогда не закончится. И тут есть место для небольшой теории. Как мы помним, в Аллагаде есть изгнанный принц, который в то же время называется одним из владык в маске. Получается, что ящер это скорее всего и есть один из изгнанных из Аллагады принцев. Появление же самого монстра на земле частично объясняется в файле SCP-231, о чем я рассказывал в видео про Алого Короля на канале. Если кратко, то рептилия родилась у женщины, над которой культ Алого Короля провел свой ритуал. Еще один плюс в пользу той теории, что ящер это изгнанный принц Аллагады. Но началась история SCP-682 не с рождения в стенах фонда, а гораздо раньше. Один из лорных рассказов под названием «Лорд Блэквуд и Великая Охота на Тараска» рассказывает нам, как еще в 1883 году любитель тайн мира Блэквуд отправился на охоту на существо, которого видели где-то во Франции. В рассказе существо называют Тараском, что довольно забавно. Забавно то, что Тараск – это персонаж старинной французской легенды, появившейся где-то в раннем средневековье. Про морского дракона, который жил в реке и жрал местных жителей. Закончилось все тем, что Тараска успокоила святая Марта. Тараск позволил Марте надеть на себя ошейник. Марта вывела его в деревню, где жители деревни припомнили ему все обиды и легко закололи мирное чудовище. В память об этой легенде во Франции до сих пор празднует праздник Тараска. Настолько она популярна. В рассказе про Блэквуда Тараска также удалось убить, но гораздо сложнее и с большими потерями, используя аномальное оружие и существ. То есть ящер рождался как минимум три раза, и именно третья его инкарнация называется неуязвимой рептилией, которую содержит фонд. Выходит, что ящер уже был в раннем средневековье и будет в далеком будущем, когда человечество начнет колонизировать другие планеты. Рассказ «То, что ненавидит», который я специально перевел для этого выпуска, ссылка на перевод, кстати, есть в описании, рассказывает о том, что ящер был уже до того, как первая жизнь вышла на сушу, и будет существовать до самой тепловой смерти вселенной. На первобытном пляже склизкая тварь карабкается на берег. Она ушла от своих родных братьев, оставив их большим чудищем моря. Она открывает свои новые легкие, впуская сладкие запахи нового воздуха, что есть под небом, которого еще никто не видел. Она открывает круглые штуки, что служат глазами, и разглядывает форму на горизонте. Форма дрожит и качается, вспенивается и ненавидит, только вылупившись из яйца, сделанного из хаоса и невозможных вещей. Первая тварь на земле приближается к форме, и ее пожирает то, что ненавидит. Обезьяна-человек мечется по голой тундре, где когда-то стояли идолы его народа. Высокий и гордый, теперь он одинокий, замерзший, бежит от ужаса, который нельзя описать. Да и не осталось уже никого, кто бы мог описать. Обезьяна-человек бежит, слыша тяжелое дыхание огромного чудища за ним, боясь за свою жизнь, боясь за жизнь своих сородичей. И вот последний обезьяна-человек смотрит прямо на неописуемый ужас, и его пожирает то, что ненавидит. Из этой части рассказа мы видим, что ящер существовал еще до письменной истории, но не в виде собственно ящера, а как неописуемый ужас. Однако в другом лорном рассказе Рептилиус говорится, что во времена древних греков монстр уже имел форму ящера. Человек в мощной броне и не менее мощного духа стоит перед ущельем, что находится перед самой большой горой на земле. Он смотрит в бездну перед ним, место, где покоятся его братья и друзья. Он входит в огромную пещеру, его мысли заняты богатством и славой, которые будут его после того, как он вернется в замок с головой проклятого чудовища. Он спускается в пропасть из красного и коричневого камня, и его начинает пропитывать страх при виде черепов и мечей, что лежат повсюду, разбитых и скрученных, как прутики. Первому герою повезло сбежать из этого места до того, как его пожрет змей, что ненавидит. Фигура в оранжевом бежит, чтобы спастись через бесконечные коридоры и нескончаемые барьеры, пытаясь убежать от изверга, что преследует его. Он сделал много ужасных вещей, но сделанное им было далеко не так ужасно того запредельного ужаса, которого он страшился теперь. Жестокий человек в белом безжалостно наблюдал за тем, как последнего субъекта пожирает рептилия, что ненавидит. Тут очевидно говорится про приключения ящера в качестве Тараска и про содержание его фондом. Высокий человек в синем костюме вбежал в свой офис, за ним гналась зеленая масса. Все случилось внезапно, в один момент совершенно обычный день в офисе, где соцпакеты скучной работы гарантированы, а в другой уже ад на земле, потому что какое-то чудовище из земли ворвалось в здание. Оно ломилось на удачу, убивая по пути всех, кому не повезло встать на пути. Высокий человек спрятался под столом, бумаги с неоконченной работой посыпались ему на голову. Первый из многих повернулся, чтобы увидеть огромное чрево, прежде чем был пожиран монстром, что ненавидит. Выживший в рваной одежде бежал через пустыню, которая когда-то была чем-то, что однажды смутно напоминало то, что могло сойти за руины города. Он был голоден, ранен и напуган тем, что ему приходилось слышать, тем, что он всегда слышал, тем, что следила, кралась, поглядывала за всем, что еще не умерло. Мужчина заплакал, продолжая бежать, думая обо всем, что он потерял, и о том, что потерять еще не успел. Он плакал о тех, кого любил, и даже о тех, кого не любил. О них он тоже плакал, тем не менее. Фигура сломленного человека упала на колени в окружении пыли и костей. И последний человек был пожиран ужасом, что ненавидит. А тут уже становится понятно, что форма ящера – это всего лишь временная форма, которую принял тот самый неописуемый ужас, которым является этот SCP на самом деле. Механическое чудо выбралось из пыли мертвой земли. Его кокон, в котором он содержался, наконец ослаб после долгого ожидания. Века агонии в тишине. Великая машина с грохотом двинулась к руинам города, думая о том, какие удивительные вещи встретит там, какие артефакты ее создателей она там найдет. Ее разум осветила перспективы этой новой жизни. Одинокая машина бегала, карабкалась и пробиралась по местам, где когда-то жили люди, развлекаясь и веселясь в этом мире. Первая живая машина бегала и прыгала, пока ее не пожрала машина, что ненавидит. Мудрец сидит на великом холме. Холме, насыпанном из того, что когда-то было ценной информацией, но теперь не представляет из себя ничего. Он вглядывался в разрушение, что лежит перед ним. Разрушение, что вызвано действиями кучки глупцов. Они не знали, что сокровища и богатства старого мира были так же разнородны и противны, как и нового. Они не знали, какой ужас они навлекут на свой народ. Старый мудрец сидел и готовил себя к своей судьбе. Последний из вознесенных не проронил ни звука, пока его пожирает программа, что ненавидит. Большая масса водорода и других веществ дрожит и сгорает, пока темная материя приближается. Она наблюдала эту материю многие эры, борясь и страшаясь того дня, когда она совсем развалится. Маленькое солнце дрожало в ужасе перед тем. Массой несгораемой злобы, миллионом ужасных глаз и челюстей, которые были направлены на солнце. Первая напуганная звезда сгорает в ужасе, пока его пожирает масса, что ненавидит. Великая активность существует среди кластеров звезд, материи и миллионы других вещей. Она мыслит, знает и опасается. Опасается той огромной силы, что собирается вокруг неё. Время пожалело гигантскую сущность из звёзд, позволив ей появиться, вырасти и осознать своё существование. Теперь она наблюдает, как другая сущность пожирает её братьев. Сущность, что растягивается по миру и уничтожает останки творения. Последняя галактика размышляет о временах, давно прошедших, пока её пожирает силы, что ненавидит. Вселенная когда-то расширилась и схлопнулась. Теперь её ширина определяется только расстояниями, что разделяют её разрозненные части. Тепло пропало миллион веков назад, и только останки великой сущности медленно погибают в холоде и одиночестве. Никто не закричит, когда того, кто ненавидит, сожрёт забвение. То есть в итоге ящер – это сущность, изгнанная из царства Аллагада, скорее всего, чёрный лорд, носитель маски страдания, которого изгнали из этого измерения в наш мир, где он большую часть времени существовал в виде неописуемого ужаса. В какой-то момент этот ужас проявился в нашем мире в виде ящера, которого нельзя убить, потому что ящер – это всего лишь маленькая его часть. Но рано или поздно этот ужас проявится в виде какого-то другого чудовища, а в конце времён станет снова тем самым неописуемым ужасом. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok